В повестке дня семь вопросов. Главный из них касался проблемы обманутых дольщиков. Совет депутатов проголосовал за признание двух корпусов строящегося жилого комплекса во втором микрорайоне Одинцова проблемными объектами. В связи с тем, что компания застройщик Рантект МФД не исполнила взятые на себя обязательства. Основной целью принятия данного решения является признание проблемными объектами корпусов 15-2, это первая и вторая очереди, и корпуса 5-2, это секция 4-5, вторая очередь строительства жилого 4-6-25 этажного жилого корпуса с нежилой площадью и подземной автостоянкой. По адресу Московская область, город Одинцова, микрорайон номер 2, корпус 5. Просрочка по исполнению застройщикам обязательств составляет уже более 9 месяцев. На одном объекте стройка брошена, на втором даже не начиналась. По словам Андрея Иванова, районные власти с 2013 года тянули компанию Рантект, из-за действий которой обманутыми дольщиками в Одинцовском районе станут еще порядка 700 человек. Предлагаю в ближайшее время провести совместную встречу с представителями ВТВ-банка и Сбербанка, для того, чтобы скоординировать наши дальнейшие действия, в том числе по процедуре, и если все же будет план привлечения этими кредитными организациями какого-то застройщика на спасение ситуации, антикризисный план. Депутаты единогласно проголосовали за признание объектов проблемными. Такое решение позволит районным властям вместе с профильным министерством Московской области найти нового инвестора для завершения строительства корпусов. В отношении же компании Рантект введена процедура банкротства. Еще одна важная тема повестки – внесение изменения в паспорт особо охраняемой природной территории местного значения – пространственный экологический коридор Бутынский. В части сокращение и исключение земельных участков, которые находятся в полосе отвода федеральных трасс, региональных трасс, железнодорожных трасс, а также частично исключение земельных участок, на котором фактически сегодня расположены полигоны твердых коммунальных отводов, часты. Как вы знаете, в ближайшее время планируется рекультивация, в районе рекультивации этого полигона будет создать специальную защитную зону для него. В этой связи мы предлагаем внести в мини-фапорт особо охраняемой территории пространственных экологических природов Бутынский. Прошу поддержать. Да, все вы знаете, что у нас полигон давно закрыт, сейчас пойдет проектирование рекультивации. До конца мая, по-моему, мы уже выйдем из проектных работ и во второй половине этого года протаргуем подряд на организацию, которая в следующем году приступит к рекультивации. Поэтому на все технические проблемы, на которые мы можем споткнуться, нужно убрать. Чем быстрее, тем лучше. Депутаты также проголосовали за принятие к рассмотрению отчета об исполнении бюджета Одинцовского района за 2018 год и назначили публичное слушание по данному вопросу на 9 апреля. Станислав Трифонов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.